МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Сегодня в программе поднимаем социальные вопросы. Все, что волнует вас, волнует и нас, а значит, будет интересно и вам, и нам. Внимание, мы начинаем! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Операция «Пьяный водитель» – так можно обозначить рейд по выявлению нетрезвых людей за рулем, прошедший в минувшие выходные. Прошел он в области, ведь именно там и именно летом водители чаще всего пренебрегают самым главным правилом – не пить за рулем. Было выявлено в ходе рейда 57 водителей, управляющих в состоянии алкогольного пьянения. Три водителя отказались от прохождения медосвидетельств. Сами видите, погода у нас как бы позволяет жарко, иди, и то есть в любом случае многие народ у нас выезжают на речку, на озеро, чтобы отдохнуть, а там, где отдых, там всегда у нас потребление спиртных напитков. А чтобы этого не случилось, чтобы у нас водители не выезжали на прорежную часть, мы их будем выявлять и наказывать. Безрезультатно такие рейды не заканчиваются. У этого водителя сотрудники ГИБДД выявили внешние признаки алкогольного опьянения. В первую очередь это всегда запах алкоголя, во второй такие признаки, как нечеткая дикция, нетрезвые глаза и так далее. Придется проехать на медосвидетельствование. Если человек отказывается от медосвидетельствования, еще раз, вы в больницу везете, мы должны следить за вопросом. Значит, вы сейчас должны собственноручно писать на акте освидетельствования, что вы согласны проехать в больницу для проведения медицинского свидетельства. 0,43, при повторном продуве 0,37 промилле. Этого больше, чем достаточно, чтобы человек был лишен права управления транспортным средством на срок, который определит суд. И он будет не меньше, чем полтора года. А вот этот водитель точно знает, сколько он выпил, и спорить с сотрудниками не собирается. Вот и прибор подтверждает заявленное количество спиртного. Ровно. Пол-литра. Не собрал. Ужесточение ответственности, социальная реклама и другие способы борьбы с пьянкой за рулем ощутимых результатов пока не приносят. Останови пьяного. Сохрани жизнь. Откуда до сих пор такие цифры? Вроде принимаются какие-то меры, там, увеличиваются штрафы. Сейчас, соответственно, что-то серьезное. Ответственность серьезно, но водители всегда у нас игнорируют это. В любом случае они пренебрегают тем, что в районах, особенно в сельской местности, водителя, инспекторского состава практически нет. Они этим и пользуются. Что здесь у нас инспекторов нет, их не останавливают. А когда приезжает управление ГИБДД со спецроты, в любом случае выявляем, и они всегда у нас остаются наказаны. А это значит, что действенными могут оказаться только такие меры, как наказание очень большим рублем, либо рост водительского сознания, которое пока является лишь отражением развитой алкогольной культуры в стране. 20 июля в 12.35 в селе Красноколм Шиловского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Казалось бы, обычный перекресток и сухие фразы в протоколе. Столкнулся ВАЗ-2104 и мопед. Но что могло стать причиной столкновения? Опять пьяный водитель? Превышение скоростного режима? На этот раз все гораздо менее банально. Незнание правил дорожного движения обоими участниками ДТП по причине отсутствия водительских прав. Но и это еще не все. Ни один из них не мог обладать удостоверением по определению. Оба несостоявшихся водителя несовершеннолетние. В результате дорожно-транспортного происшествия подростки, которые ехали на мопеде, были с переломами доставлены в ЦРБ Шиловского района. Также хочется задаться вопросом, как родители могли позволить и одному, и второму сесть за руль мопеда и автомобиля. Вот и получается ситуация, в которой самих виновников ДТП невозможно привлечь к серьезной ответственности, кроме административного наказания. Зато можно привлечь тех, кто беспечно позволяет своим чадам резвиться на проезжей части. Как выяснилось, в ходе расследования ДТП автомобиль принадлежал родственнику молодого человека, а именно дяде. Сначала дяде пояснялось, что он не знал, что подросток завладел ключами и поехал покататься. Машину поставил, а угол дороги здесь, как обычно. А сами вы где находились? А сам я ушел толкать. Ну, мы там поговорили, там, ушли мы далеко от машины. Вот, и все. А он без спроса сел и поехал. А ключи в машине находились? Да. То есть ключи вы оставили? Да, это я виноват, это я признаю. А когда вы заметили, что он взял машину? А я, мы, нету, мы, когда вышли оттуда, машин нету. Тогда я заметил, и потом он сам пробежал. Уже после ДТП? Да, это уже после ДТП получилось, что он прибежал к нам. Он говорит, делал вот так, это. Ну, я говорю, а зачем машину брал? Он говорит, прости, пожалуйста, а что теперь сделать? Однако позже при даче объяснения было установлено. И дядя пояснил, что неоднократно уже подросток управлял автомобилем, и отец, и он разрешали ему. И в этот раз подростка отпустили на автомобиле в магазин. Родителей двух других подростков, которые двигались на мопеде, опросить пока не удалось. Так как они проживают в Рязани, и в момент ДТП поехали с подростками в больницу. Однако тут тоже возникает вопрос, как 13-летнему подростку был доверен такое транспортное средство, скоростное, как скутер. Большая удача, что в этом ДТП никто не погиб. Ведь сегодня случаев, когда дети на мопедах создают аварийные ситуации, повлекшие чью-то смерть, сколько угодно много. В этом ДТП двое пострадавших. Родители и скутеристов, и водители автомобиля подростка будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание, за то, что так получилось, что подростки управляли транспортными средствами. А на дядю этого подростка будет также наложен административный штраф за то, что доверил право управления лицу, не имеющего такого права. И в первую очередь родителям стоит задуматься, что чаще всего это как раз смерть их ребенка, управляющего скутером, мопедом и другим не таким уж тихоходным двухколесным транспортом. В настоящее время на территории Рязанской области проводится профилактическое мероприятие «Скутер» с 1 мая по 30 сентября нами выявлено уже 59 фактов, когда подростки управляли скутерами и другим мототранспортом, не имея права при этом управления. Родители этих подростков были привлечены к ответственности. В настоящее время мы только будем наращивать наши усилия по выявлению и пресечению таких фактов, а родителей, соответственно, привлекать к ответственности. В настоящее время по вине подростков, управляющих мототранспортом, на территории Рязанской области зарегистрировано 26 ДТП. За аналогичный период прошлого года – 10. Год от года цифры растут в геометрической прогрессии. И когда в ноябре вступит в силу закон, который предусматривает наличие водительского удостоверения при управлении скутерами, мы надеемся, хоть как-то это спасет ситуацию и ДТП станет меньше. Как защитить себя в салоне автомобиля от посторонних взглядов и солнечных лучей? Теперь уже точно не с помощью тонировки. Сотрудники ГИБДД сегодня бдительно следят, чтобы свето-пропускная способность передних стекол была не меньше 70%. У лобового стекла и того больше. Регулярные рейды по выявлению нарушителей проходят в том числе и в нашем регионе. Скажите, а вот почему затонировано? Потому что солнце, ярко светит, в машине очень жарко. Трениционеры даже не справляются. Поэтому затонируем все, чтобы как-то прохладно было. А вы, в принципе, как водитель считаете, что действительно нужна для него, потому что не стоило ее от него? Я не понимаю смысла запрет тренировки. Люди от кого-то прячутся, в любом случае можно в машину оставить, посмотреть, что он не сидит. А наказание не пугает? Наказание в любом случае приятнее ездить в холодильник. Тогда лучше платить штраф 50 рублей. А в курсе то, что после нескольких письменных штрафов порез же может быть? Вот это не пугает? После нескольких штрафов прекратим тонироваться. Это будет тоже крайний случай. Но как быть людям, которые совсем не хотят сидеть в салоне автомобиля, как в аквариуме? Раз есть спрос, есть и предложение. Сегодня в качестве альтернативы водителям предлагают такие варианты, как шторки, сетки или мгновенная тонировка. Если говорить о шторках, то здесь уж вам самим решать формально. Они, кстати, тоже вне закона. Вопреки расхожему мнению, что не запрещено, то разрешено, шторки являются конструкцией, которая ограничивает обзорность водительского кресла. Плюс вам самим решать, хочется ли, чтобы ваша машина выглядела как катафалк. А устанавливать такие конструкции вовсе нельзя. То же самое касается сеток. Таким образом, единственным способом схитрить остается мгновенная тонировка. Гораздо более плотная по сравнению с тонировочной пленкой, которую можно снять, поставить в считанные секунды. Эту информацию не следует воспринимать как совет, ведь правила придуманы не для того, чтобы их нарушать. Они написаны кровью погибших и раненых в ДТП. Уже совсем скоро состоится одно из самых громких событий в мире автомобилей. Московский международный автосалон. И мы обязательно покажем наш отчет об этом мероприятии. А пока вспомним, как это было в прошлом году. Что только не делают автопроизводители, чтобы привлечь внимание к своему стенду. Например, промоутеры «Ситроен» в буквальном смысле слова подняли свои автомобили на самый верх. Московский международный автосалон – это 100 тысяч квадратных метров выставочной площади. И столько же тысяч посетителей. Именно поэтому более ста ведущих автомобильных марок стараются быть предоставленными во всей красе. Здесь не подходит определение, кто во что гораст. Скорее, кто на что способен. Блеснули здесь и российские конструкторы. В России любят удивлять всем, что побольше и всем, что почуднее. Например, конструкторское бюро «Нами» представило свое видение автомобиля будущего. Он не ездит, зато у него светятся фары и впечатляющий дизайн. Это прототип автомобиля «Нами-Ай», который в данном случае представляет из себя как бы дизайнерское представление автомобиля, выпущенного в 1927 году научно-исследовательским автомобильным и автоматурным институтом. То есть это современное видение того автомобиля 85-летней давности. Появится ли он когда-нибудь в продаже? Нельзя исключать такой вариант. Пока этот вопрос не рассматривался, но если будет интерес именно к этой модели, то не исключено, что будет спроектирована полностью уже конструкция, проведены испытания и не исключено, что может появиться и в продаже. К этому аттракциону большая очередь. Но этот симулятор модулирует скорее не поведение на дороге автомобиля «Ауди ТТ», а поведение автомобиля с нормальным давлением в шинах, либо на проколотых колесах. Вот он успешно проходит повороты. А вот уже водитель не справляется с управлением и как результат – столкновение. Хорошо, что это только симулятор, и все остались живы. Вам понравилось? Как ваши ощущения от поездки? Мне понравилось, да, все практически как в реальности. Ну и чувствуется, да, разница между тем, когда шины в нормальном состоянии, да, и когда шины с низким давлением. Но все-таки это аттракцион или более как реальная жизнь? Приближена. Ну, приближена к реальной, не знаю, если говорить процентное соотношение, то, наверное, процентов на 40-50, может быть, максимум. И какая может быть выставка безраритетных автомобилей? Вот этому автомобилю Ford исполнилось уже 102 года. Здесь он самый старый, но проверен он не только временем, но и другими испытаниями. Еще один верный способ привлечь внимание посетителей – показать автомобили или тюнинг в сочетании с женской красотой. На сайте автосалона есть даже специальный раздел, где представлены все тандемы «Девушка-автомобиль». Но если дамы привлекают внимание красотой, то ростовые куклы юмором. И это традиционно одни из самых главных героев выставки. Самое главное, чтобы посетителям не было скучно. Удивить публику – значит надолго приковать внимание к своему стенду. От развлекательных точек люди отправляются непосредственно к автомобилям уже в хорошем настроении. Для тех, кто сомневается, что в 21 веке научились делать автозвук, поставили вот такой веселый аттракцион. Всем, кто решил посетить автосалон, приезжать лучше с утра. Тогда останется хоть какой-то шанс успеть обойти всю площадь. Нашей съемочной группе это не удалось, но общее впечатление составили и мы, и, надеемся, вы. Движение – это жизнь. Автономия – программа обо всем, что движется. Если сегодня было не скучно, то в следующий раз будет еще интереснее. Обратную связь будем держать через почтовый адрес, который вы видите на своих экранах. А посмотреть видеоархив программы «Автономия» можно на сайте город62.тв. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!